hello everybody ну что давайте ребята поиграем в игрушку нехуис которая недавно от вышла буквально вчера она вышла такие вот настройки ультра 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 в эри хайх надеюсь все будет работать нормально без глюков с такими настройками так но онлайн поиграть не получится потому что игрушка то не совсем уж так уж чтоб куплено было я думаю вы сами понимаете в общем то предыстория такая что есть две расы кавусарии раса и раса фурселя фурселя и кавусарий и когда-то у них там была вражда якобы а потом они заключили между собой перемирия и начали устраивать на аренах такие поединки игрушка сделано на движке край энджин 3 которые сейчас суют во все дыры как свое время юзали все подряд кому не лень ангел третий ну его и сейчас в принципе юзают май гад так вот сейчас во все дыры юзают край энджин 3 то есть много игрушек на этом движке выпускает игрушка это похоже на квейк 3 арена я думаю вы все играли и похоже на это он реал торнамент это тоже игрушки из такой серии где нужно бегать по арене оу май гад я не туда прыгнул где нужно бегать по закрытой арене и валить всех подряд кого ты видишь ну там плюс разные режимы игры квейк 3 арена конечно было и остается в этом плане офигенной игрушкой а те все я не пойму что-то никого не видно о кого-то вижу о май гад это ракетница что ли рейл ган какие-то странные боты честно говоря так вот квейк 3 так и никто не смог переплюнуть в одном плане это а это захват флага вижу как он был самый популярный в этой серии так он и остался квейк 3 арена в смысле я в свое время тоже очень много играл квейк 3 было интересно забавно даже хотел ехать на разные соревнования но вы в курсе разные киберспортивные соревнования которые проводятся ежегодно потому что играть мне было интересно прикольно и забавно два режима огня как всегда основной и альтернативный альтернативный как видите это более кучный одинарный а основной такой более рассыпчатый не кучный но зато зато он сильней больше урона наносит не знаю какие-то боты голимые тупые бегают только на своей стороне смотрите сюда даже не пытаются прорваться вспомните ботов на квейке 3 там они просто рвали игрока на раз-два если вы играли конечно оу фак это кстати игрушка и вроде бы как должна выйти на консолях это будет первый такой опыт выхода таких игр на консолях потому что игрушка динамическая быстро все тут происходит постоянно все меняется нужно многое стрелять быстро перемещаться и на консолях естественно такие игрушки не популярны из-за того что на геймпаде конечно играть на игрушках такого плана вообще неудобно и по-конченому да ну играя в эту игру я у меня даже была мысля когда я увидел запускал стим видел там эту игрушку она там стоила какие-то там копейки в принципе 7 баксов что ли или 8 даже была мысля купить ее и вот сейчас играя я могу сказать что слава богу что я не купил потому что в это играть ну его нафиг мне интересно скучно и лучше квейк 3 купить но он кстати стоит не так чтобы дешево он 20 баксов стоит вот была какая-то годовщина игрушки волшенштейн по моему и в стиме была акция можно было купить практически по моему все игрушки которые выпускала компания ID Software одним пакетом так сказать там дохрена игрушек ну и стоимость тоже то ли 50 баксов по отдельности они вообще там стоят что-то около 200 а по акции можно было их купить можно было их купить подешевле но только нужно было покупать все сразу по отдельности там нельзя было и я посмотрел на сколько же стоит коек 3 и оказалось 20 баксов что для такой старой игры это очень даже дорого я бы сказал ну вот видите я бегаю на стороне врага и они ничего у меня не могут сделать даже убить хотя это средние боты средней сложности то есть не совсем легенькие да пушки все скопированы слизаны конечно с квейка с того же с Unreal Tour на Unreal я конечно не так играл просто пробовал поиграть и все а квейки я действительно рубился учился играть было интересно вау они вернули флаг на место это уже круто вот что то они умеют так а что тут можно как то карту поменять смотрите сколько карт раз два три четыре девять штук всего лишь на все и так что пида хрена медиум да игрушка не хусь конечно меня разочаровывает кстати когда то она была бесплатная насколько я помню это просто там группа энтузиастов разрабатывала свой проект и в нее можно было играть абсолютно бесплатно а потом вот они сделали игру на движке CryEngine 3 и теперь это стало стоить денег кстати в своем бесплатном варианте она была намного интереснее ну это наверное Deathmatch да а ну да написано командный Deathmatch тут немножко все поживее повеселее ну тоже ребятки все равно это не то это не то просто возьмите запустите старый добрый Quake 3 и вы поймете разницу не зря Quake 3 до сих пор является передовой игрой в играх такого плана и занимает там почетное место дурдом графика какая то не знаю уж слишком она перенасыщена все цвета какие то ядовитые все яркое блестит моргает как новогодняя елка мне это не слишком нравится если честно ну это такой проект пару человек его купят и через некоторое время забудет про него оу май гаад очень очень это плохая копия Quake 3 так супер заводная музыка так 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 что нибудь еще посмотреть и нужно я думаю заканчивать потому что и так было все понятно в принципе с игрушкой что ничего шедеврального не получится это будет такой проходной проект с людьми с реальными я думаю они намного интереснее будут играть к сожалению да так я щас за красный правильно кого то убил в общем то ладно я думаю на этом можно закончить смотреть тут больше нечего игрушка голимая к сожалению страшная убогая неинтересная не тратьте свои деньги на это убожество как видите к сожалению хороший движок это не всегда залог успеха за всем все ребята давайте увидимся услышимся в следующий раз всем пока